Брать взятки стали больше. Сразу на 7 позиций ухудшил Казахстан свое место в мировом рейтинге по уровню коррупции. В этом году республика заняла 140 место. Всего в рейтинге 177 стран. Коррупция, подобно чуме, поразила государственный аппарат. Коррупция, прежде всего, процветает в том государстве, где и позволяют процветать. У нас основная проблема имеется в инвестиционном секторе. То есть, как по данным Всемирного экономического форума, мы можем сказать, что после неквалифицированной рабочей силы коррупция представляет наибольшую угрозу. По мнению эксперта, коррупция среди чиновников всех рангов представляет серьезную угрозу национальной безопасности страны. Но обвинять только их в ее расцвете было бы несправедливо. Вот что говорят сами казахстанцы об этом зле. Просто так быстро и легче. Можно решить, но время надо. Я бы смогла бы дать деньги, чтобы решить свои проблемы. Везде агашки, опашки. Друг другу помогают. Естественно, коррупция, по-моему, везде так работает. По-моему, нигде такого нельзя сделать. А почему, как вы считаете? Ну, человеческая природа. Политолог Нурлан Амрикулов еще 10 лет назад предложил свой оригинальный способ борьбы с коррупцией. За это время никто из государственных мужей не проявил интереса к его инициативе. Его главный принцип – поощрять алтынам чиновников, которые отказались от взятки. Они получали доходы, дивиденды легально за счет роста доходов управляемых территорий. Чем больше доходов местные жители получили, скажем, за этот год, ну, допустим, где-то 5 или 10 процентов он может честно со своей командой получать. К слову, соседом богатого нефтью и металлами Казахстана в рейтинге восприимчивости к коррупции оказался Гондурас – один из крупных мировых производителей бананов. Наверное, это очень красноречивая иллюстрация к тому, что за государство и общество построили в стране за последние с 20 с лишним лет.